Директор китайской компании Джон Дин Дэйри Фарминг Сунь Го Цян подписали соглашение о взаимопонимании. Генеральный директор АО «Нахоткинский завод минеральных удобрений» Тарас Семенович Ганага и председатель Совета директоров Китайской национальной химико-инженерной корпорации Дай Хагэнь подписали соглашение о реализации проекта «Нахоткинского завода минеральных удобрений». Генеральный директор АО «Биокат» Дмитрий Валентинович Морозов и председатель правления Шанхайского инвестиционного холдинга Джоу Цюнь подписали акционерное соглашение. Президент, председатель правления ПАО МТС Алексей Валерьевич Корня и заместитель председателя правления китайской компании Хуавей Го Пин подписали меморандум о взаимопонимании. Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Александрович Дмитриев, генеральный директор ООО «Мейл.ру» Борис Олегович Добродеев, генеральный директор ПАО «Мегафон» Геворг Рутенович Вермещан и исполнительный директор компании «Алибаба-групп» Джан Юн подписали подтверждающее соглашение о готовности к подписанию обязывающей документации. и запуску партнерства в области интернет-торговли в России и СНГ. Председатель правления ПАО «Сибурхолдинг» Дмитрий Владимирович Конов и президент китайского фонда «Шелкового пути» Ван Янджи подписали соглашение об укреплении сотрудничества. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Генеральный директор компании «СПБ-ТВ» Кирилл Борисович Филиппов и генеральный директор медиакорпорации «Чайна Медиагрупп» Шэнь Хайсюн подписали соглашение о предоставлении платформы для телевизионного вещания. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Михайлович Кропачев и ректор университета Цинхуа Цю Юн подписали соглашение о сотрудничестве по реализации совместного проекта «Российский научно-исследовательский институт в университете Цинхуа». АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Евгеньевич Лихачев и председатель правления Китайской государственной корпорации ядерной промышленности Юй Цзяньфен подписали генеральный контракт на сооружение блоков 3 и 4 АЭС «Сюйдапу». АПЛОДИСМЕНТЫ Ответственный секретарь комиссии при президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности Игорь Иванович Сечин и руководитель Государственного энергетического управления Китайской народной республики Джан Цзянькуа подписали положение о российско-китайском энергетическом бизнес-форуме. АПЛОДИСМЕНТЫ Губернатор Тульской области Алексей Геннадьевич Дюмин и председатель совета директоров Great Wall Motor Вэй Дзян Цзюнь подписали соглашение о сотрудничестве при реализации проекта второй этап строительства завода по производству автомобилей марки «Хавел» на территории Тульской области. АПЛОДИСМЕНТЫ Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин и руководитель Государственного управления лесного хозяйства и пастбищ Китайской народной республики Джан Цзяньлун подписали меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области охраны больших панд. АПЛОДИСМЕНТЫ Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Валентинович Мантуров, президент республики Татарстан Рустам Нургалеевич Мениханов и президент китайской корпорации ХАЭР Джоу Юньцзе подписали меморандум о намерениях по реализации инвестиционного проекта на территории города Набережные Челны. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Васильевич Нерадько и руководитель управления гражданской авиацией Китайской народной республики Фэн Джен Линь подписали процедуру реализации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Китайской народной республики о повышении безопасности полетов от 8 сентября 2001 года. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Министр экономического развития Российской Федерации Максим Станиславович Орешкин и министр коммерции Китайской народной республики Джун Шань подписали меморандум о взаимопонимании о стимулировании развития двусторонней торговли. АПЛОДИСМЕНТЫ Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации Сергей Алексеевич Данкверт и член Госсовета, министр иностранных дел Китайской народной республики Ван И подписали протоколы о фитосанитарных требованиях к отдельным видам растений и водческой продукции, экспортируемым из России в Китай. АПЛОДИСМЕНТЫ Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Николаевич Патрушев и член Госсовета, министр иностранных дел Китайской народной республики Ван И подписали соглашение о внесении изменения в протокол о фитосанитарных требованиях к пшенице, экспортируемой из Российской Федерации в Китайскую народную республику, АПЛОДИСМЕНТЫ Министр экономического развития Российской Федерации Максим Станиславович Орешкин и член Госсовета, министр иностранных дел Китайской народной республики Ван И подписали меморандум о создании Российско-Китайского совместного научно-технического инновационного фонда. АПЛОДИСМЕНТЫ Заместитель председателя правительства Российской Федерации, министр финансов Российской Федерации Антон Германович Силуанов и член Госсовета, министр иностранных дел Китайской народной республики Ван И подписали соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Китайской народной республики о расчетах и платежах. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин подписывают совместные заявления Российской Федерации и Китайской народной республики о развитии отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху. А также совместные заявления Российской Федерации и Китайской народной республики об укреплении глобальной стратегической стабильности в современную эпоху. Субтитры создавал DimaTorzok Российской Федерации Дамы и господа, церемония завершена. Переходим к заявлениям для средств массовой информации президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и председателя Китайской народной республики Си Цзиньпин. Уважаемый председатель Си Цзиньпин, дорогой друг, уважаемые дамы и господа, искренне рад принимать в России председателя Китайской народной республики господина Си Цзиньпин. Государственный визит председателя КНР проходит в год важного юбилея – 70-летие установления дипломатических связей между двумя нашими странами. И мне приятно отметить, что российско-китайские отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень. Это действительно всеобъемлющее партнёрство и стратегическое взаимодействие. Мы с господином Си Цзиньпином находимся в тесном контакте, регулярно обмениваемся визитами, общаемся на полях международных мероприятий, уделяя самое пристальное внимание российско-китайскому взаимодействию в политике, экономике, гуманитарной и других сферах. В ходе только что завершившихся переговоров мы в деловом и весьма конструктивном ключе обсудили состояние и перспективы двухстороннего сотрудничества, предметно рассмотрели актуальные международные проблемы, уделяя при этом самое пристальное внимание российско-китайскому взаимодействию в тех сферах, которые представляют для нас действительно глубокий взаимный интерес. И мы вот сейчас, когда вели переговоры за столом, общались с коллегами, я отметил, что по каждому направлению у нас действительно выработались не только механизмы взаимодействия, а идёт конкретная глубокая работа. По итогам, как мы все видели, подписан солидный пакет документов. Особо отмечу совместное заявление о развитии отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в котором поставлены новые масштабные задачи и долгосрочные ориентиры сотрудничества. Естественно, подробно обсуждались вопросы экономического взаимодействия. Китай прочно занимает позицию ведущего внешнеторгового партнёра России. Товарооборот в прошлом году вырос на четверть и достиг рекордного уровня 108 миллиардов долларов. Заметные успехи имеются и в инвестиционной сфере. С участием китайских партнёров и китайского капитала реализуются порядка 30 инвестпроектов на общую сумму 22 миллиарда долларов. Причём существенная часть этих средств вложена в проекты на Дальнем Востоке России – 3,5 миллиарда. Россия и Китай намерены развивать практику расчётов в национальных валютах. Только что заключено межправсоглашение, нацеленное на дальнейшее расширение использования рублей и юаней в двухсторонней торговле, а также на обеспечение бесперебойности банковского обслуживания сделок в условиях нестабильности на глобальных рынках. Хорошие темпы набрало взаимодействие в энергетике. Россия лидирует по поставкам нефти в Китай. В прошлом году отгружено 67 миллионов тонн сырья. В декабре будет введён в эксплуатацию трубопровод для транспортировки в КНР газа по восточному, так называемому, восточному маршруту. Ведутся переговоры о возможном экспорте топлива по западному направлению, а также с российского Дальнего Востока. Наращивается взаимодействие в области производства и избыта сжиженного природного газа. В ноябре, на год раньше срока, запущена третья очередь завода «Ямал-СПГ», значительная доля в котором почти 30% в 29,9% принадлежит китайской стороне. Приветствуем и развитие сотрудничества по другому, такому же масштабному проекту «Арктик-СПВ-2». Выполняются достигнутые в прошлом году в ходе нашего визита в КНР прорывные договорённости в сфере мирного атома. Заключён генеральный контракт на сооружение третьего и четвёртого блоков АЭС Сюйдапу. При участии Росатома начинается строительство в Китае демонстрационного реактора на быстрых нейтронах. Важное значение придаём укреплению двухсторонней промышленной кооперации. К визиту председателя Си Цзиньпиня приурочено открытие в Тульской области завода ведущего китайского автопроизводителя компании «Грейт Волл». На предприятии с использованием передовых технологий будет ежегодно выпускаться по 80 тысяч автомобилей, а уровень локализации производства составит 70%. Сегодня нам с председателем КНР продемонстрируют образцы продукции нового завода. В планах реализация проектов в авиа, вертолётостроении, в освоении космоса, биотехнологиях и фармацевтике, в других наукоёмких отраслях. Условлено провести годы российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества – 2020 и 2021 годы. Неплохие перспективы открываются в сфере агропромышленного производства. Обсуждается возможность создания российско-китайского сельхозхолдинга в Приморском крае с объёмом инвестиций в 10 миллиардов рублей. Россия и Китай нацелены сообща развивать международные транспортные коридоры. Для этого активнее задействовать потенциал Транссибирской и Байкало-Амурской магистрали, а также Северного морского пути. Расширяется совместная приграничная инфраструктура. Завершается строительство нового моста и автомобильного мостового перехода через реку Амур. Особое значение передаём укреплению прямых связей между субъектами Российской Федерации и провинциями Китая. Успешно проходят годы межрегионального сотрудничества. Давно и эффективно работает Совет Волга-Янзы с участием Приволжского федерального округа и провинций верхнего и среднего течения Янзы. А сегодня мы с председателем КНР договорились об учреждении ещё двух форматов межрегионального сотрудничества – между Центральным федеральным округом России и Севером Китая, а также между нашим Северо-Западным федеральным округом и Приморскими провинциями Юго-Востока Китайской Народной Республики. Многоплановый характер носит двустороннее гуманитарное взаимодействие. В рамках трёхлетней программы сотрудничества в России и Китае проходят фестивали культуры и кино, осуществляются образовательные, молодёжные, спортивные обмены, активно развивается взаимный туризм. В прошлом году Китай посетили порядка 2,2 миллиона россиян, в свою очередь в нашей стране побывали более 1,7 миллиона граждан КНР. Вот сейчас только что рассказывал нашему другу, председателю Василий Зиньпини, вот сюда переезжал из одного здания Московского Кремля в другое, на площади больше всего туристов именно из Китайской Народной Республики. Можем выйти и помахать им с удовольствием рукой, поприветствовать. Хотел бы поблагодарить, господин Василий Зиньпини, всех китайских коллег за передачу в московский зоопарк двух больших панд. Мы знаем, что такой практики практически в Китае нет, это знак особого уважения и доверия к России, к нашим специалистам. Когда мы говорим о пандах, всегда возникает на лице улыбка. Вот мы с большим уважением и благодарностью принимаем этот подарок. Спасибо большое. Эти животные являются национальным символом Китая, а мы высоко ценим такой жест дружбы. И, кстати, чуть позже мы с председателем КНР планируем побывать в зоопарке и посмотреть на этих замечательных животных. При обсуждении актуальных международных и региональных проблем констатировано, что по большинству из них взгляды России и Китая совпадают или очень близки. В подписанном нами совместном заявлении об укреплении глобальной стратегической стабильности в современную эпоху подчеркивается принципиальная позиция России и Китая о неприемлемости разрушения действующей системы соглашений в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения. Подчеркну, что у наших стран совпадающие оценки ситуации вокруг корейского полуострова реализуется совместная дорожная карта урегулирования. Исходим из того, что альтернативы мирному политико-дипломатическому разрешению проблем региона, включая ядерную, нет и быть не может. Будем продолжать взаимодействие с китайскими партнёрами по снижению напряжённости на полуострове, укреплению безопасности в Северо-Восточной Азии в целом. Россия и Китай работают в пользу мирного урегулирования кризиса в Сирии, выступают за стабилизацию обстановки в Венесуэле, сохраняют приверженность полному осуществлению совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. В ходе переговоров подтверждено намерение и далее наращивать взаимодействие России и Китая в рамках ООН, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС, группы 20, АТЭС и на других ведущих многосторонних площадках. Будем продолжать усилия по сопряжению интеграционных процессов в рамках Евразес с китайской инициативой экономического пояса «Шёлкового пути» с целью формирования с перспективы большого евразийского партнёрства. Уважаемые дамы и господа, Пользуясь возможностью, хотел бы ещё раз поблагодарить господина Синьцзиньпиня и всех наших китайских коллег за продуктивную совместную работу и выразить уверенность, что достигнутые в ходе визита договорённости послужат дальнейшему укреплению российско-китайской дружбы, будут способствовать процветанию наших стран и народов. Программа визита председателя КНР продолжается. Сегодня мы выступим ещё на торжественном вечере в честь 70-летия установления дипломатических отношений, которые пройдёт в Большом театре. Китайский лидер в качестве почётного гостя примёт участие в Петербургском международном экономическом форуме во главе солидной делегации около тысячи представителей государства и бизнеса. Мы также пообщаемся с руководителями крупных компаний двух стран, которые проведут второй российско-китайский энергетический бизнес-форум. И мне приятно сказать об этом. Здесь ректор Петербургского университета присутствует. Состоится церемония присвоения председателя Синьцзиньпиню звания почётного доктора Санкт-Петербургского государственного университета. Благодарю вас за внимание. Благодарю вас за внимание. Благодарю вас за внимание. Благодарю вас за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...